Добрый день, это эфир ЕТВ о городе с большой буквы. Меня зовут Ольга Павлова и сегодня мы оказались здесь на площади перед городком Чекистов с Борисом Демидовым, нашим архитектором. Борис Алексеевич, с удовольствием жму вашу руку. Здравствуйте. Лет 10-15 назад, мне кажется, никому у нас в городе и дело не было до этого конструктивизма и только после того, как все стали ездить и все говорить, вот тогда-то мы стали обращать на него внимание. Да, я вот предлагаю такой тест делать, закрыть глаза на минутку и посмотреть на эти дома, закрыв глаза, а потом открыть. Представить, что ты где-нибудь в европейском городе такой. Очень несчастный вид. Ужасно. Если мы так к этому относимся, может, как-то мы и не прониклись и зачем он нам сдался, собственно? Мне задавали вопрос такой, наши многие там городские и власти, вплоть до высоких наших чиновников. Что такое? Ну почему-то они приезжают, иностранцы, нет, чтобы посмотреть там, что мы наши новые районы там живете. Нет, покажи им этот конструктивизм. Что в этом такого? Я ничего не мог объяснить. Я привожу пример в таком случае. Мало кто любит Шостаковича, особенно молодого. это. Но это мировая величина, да? Просто это признают. Также и с этим надо просто как должное воспринимать, что да, у нас, можно сказать, ну не то, чтобы столица конструктивизма в России, но, по крайней мере, один из самых выдающихся городов по количеству и по качеству этой архитектуры. Но полюбить это, похоже, мы не можем. Вот если привести в порядок вот эти все здания, а их у нас около 140 по городу, да? Это целый слой такой. Если этот слой поднять, вот качеством вот этим вот, тогда и отношения в какой-то степени не изменятся даже. Ну, по крайней мере, люди не полюбят, но поймут, что это хорошо. Ну, как можно ценить стиль, да, какой-то там? Ну, был там Арнуво, там, Артыко, там, и что-то. Как будто одно нравится, другое. Люди ценят комфорт лучше. Вот если бы они увидели вот здесь комфорт, не руины, вот, а комфорт, они бы приняли бы этот стиль тоже. Да, здорово, потому что неважно там, в каком стиле, когда человек видит, что для него сделано очень удобно. Хорошие газоны, хорошее покрытие, красивые посады, там, идеальная отделка, переплеты, двери, вот, подъезды. Человек оценит это не глядя на то, что это конструктивизм, это или что-то. А зачем это сохранять? Я имею в виду вот функция. Какое применение может этому быть? Ну, если же жилье, то жилье. Ну, функция может быть только апартаменты, скажем, гостиницы или квартиры. Ну, вот и сеть. Что там может быть? Ну, и сеть, там могут быть апартаменты, может быть гостиницы, могут быть, кстати, офисы небольшие, студии. А общественные здания, ну, там, они так проектируют, что там, ну, это один из принципов, Чука Безерева проповедовал, принцип свободной планировки. То есть там в основном это каркас и наружные стены, эти навесные, вот. И, значит, остальное свободная планировка, то есть там можно все, что угодно, ресторан, там может быть офис. И инвесторам, судя по состоянию этих зданий, так не кажется? Ну, это другой вопрос, да. Главное тут вот то, чего мы не видим. Это сети, состояние конструкции, да, оказывается. Когда инвестор дело исследует, то оказывается, что там нужно очень много потратить денег. Ну, а для них какие могут быть аргументы? А для них аргумент может быть, во-первых, во-первых, это местоположение, конечно. Потому что, как правило, все эти здания, они находятся в центре города. Ну, и стиль, конечно, это тоже, в общем, постепенно становится таким знаком городским, да. Не просто у меня там какое-то здание, а бы какое, да, а это все-таки конструктивизм, это наша ценность. Нам как будто бы навязали, в широком смысле, я опять же говорю, город, горожан. И вот мы как-то с этим живем, свыкаемся, но по-прежнему в душе это равнодушно. Да вот этого не должно быть. Мы готовы отставить скверы, зеленые пространства, какие-то снесенные, эти зеленые насаждения. Да, вот если возник этот вопрос, ну, кстати, возникал осмотр какого-нибудь из таких зданий, да, уже совсем не тот эффект был. Если мы не сможем сделать совершенно такой грамотной научной реставрации, очень дорогой, да, ну, по крайней мере, вот 7 минуты сделать, мне нужно сделать очень грамотный косметический ремонт. Не надо бояться этого слова, вот, а принимать его буквально. То есть косметический, значит, скрыть все недостатки так, чтобы это казалось все новым, да. Значит, косметический ремонт – это ваш рецепт вот для этих зданий, в первую очередь? Да, это первая очередь, причем это параллельно должно двигаться, потому что если мы будем просто исследовать и, значит, конструкции, там, копаться в деталях, в материалах, в штукатурке, там, все это очень много времени займет, а все это останется как есть. Но время-то идет, люди приезжают, и они же должны как-то... Нет, я думаю, состояние станет только хуже, потому что часто ведь это, ну, мы видели, это поруинированный фактический объект с той стороны улицы. Да, поэтому грамотный, вот я считаю, грамотный косметический ремонт – это надо просто выбрать сейчас. По крайней мере, снаружи. Ну, по одежке встречают людей, как говорится. Это же одежда, вот эта вот одежда, фасады, это одежда этих домов. А вот, друзья, у человека, может быть, там какое-нибудь шикарное белье, если он в лохмотьях идет, но... Что бы вы спасли в первую очередь в Екатеринбурге? Вот 140 зданий, по крайней мере, эта цифра всюду как-то репорируется. 140 конструктивистских домов. Ну, если так судить по эффекту, что ли, в первую очередь, наверное, все-таки это здание спортивного комплекса «Динамо». Вот, оно просто так стоит, что мимо него не пойдешь. Там этот цвет, этот самый синий, наш, так сказать, еще советский такой, ужасно там, там ни одной прямой линии. А вас видят, что там тоже функции нет? Там как-то сейчас все и со спортом-то хиленько, прямо скажем. Да, там спорт есть, конечно, но это бедомственное здание же. Вот. Конечно, там должна быть общественная функция, потому что приобретая это место, приобретая тоже функцию общественную. Так вот, может, очередность-то иную, может, сначала понять, что там нужно внедрить, какую функцию, чем там заниматься людям, зачем вам там бывать. Правильно. Это, я ведь не про очередность говорю, а про параллельные движения. Вы правильно все говорите, функции там надо совершенно, там очень много, можно придумать интересные вещи. Вот. А параллельно надо все-таки привести в порядок хотя бы, ну, хоть внешне там что-то. И еще один важный факт. Подсветка тоже, скажем. Вечером это место вообще глухое совершенно. То есть вот едешь по плотинке, и там враг такой. Вот. А если, тем более, здесь хаят, этот вид на всю эту панораму, да, если грамотно подсветить и хорошо его отделать, вот, снаружи, просто снаружи делать хорошо. Это же совершенно другая картина будет. Человек клеит, он, может быть, не знает, что там внутри, пока еще там не ухожен на что-то, но у него будет впечатление о городе совершенно другого. Доедем еще до одного знаменитого здания конструктивистского, до Малышева-Фахарякова, да, где располагается ваша штаб-квартира. Да, штаб-квартира, да, конструктивист. Но это не было состояние уже вот не снаружи, как здесь, а внутри. Внутри как можно сделать, да. Ну и вот оно, еще одно здание, памятник конструктивизму. Урал-Облсовет, но, Борис Алексеевич, вы говорите близким, если здесь, мы в Гинзбурге, я в Гинзбурге, да? Да. Куда пошел? В Гинзбург. Давно это повелось? В Гинзбурге. Да вот с тех пор, как мы тут обосновались, как-то, ну, трудно было назвать так. В первом доме у Гинзбурга как-то уже так на слуху, вот, а между собой там, конечно, так проще. Вот он, вот наша ячейка. Ячейка Ф. Ячейка, да, вот она из двух частей состоит. Получается, что вот эти ячейки, вот, общая площадь только вот эта. Зато окна, смотрите, во-первых, сквозное проветривание, да? Вот, теперь это большое окно на север. Это очень удобно для художников, там, для скульпторов, для фотографов, да, когда прямого света нет, а вот такой рассеянный свет. А там ленточное остекление хорошее, вот, это юг, но там площадь остекления меньше. Ну, вот вы видите сейчас, вот, как полностью все на просвет работает. И в этих квартирах, кстати, это же дом-то как бы часть, да, комплекса всего. Вот здесь обычные квартиры, но они на каждой площадке... Да, вот в этих всех четырех домах в основных. Но на каждой площадке только две квартиры, не четыре, как обычно, там, или две, а две. Это что значит? Значит, у них часть окон так же выходит сюда, часть на ту сторону, тоже сквозное проветривание. Двусторонняя ориентация, так называемая, очень ценная с точки зрения комфорта. Ну, раз все это вот такой прям эталон буквально, почему сейчас-то действительно не возьмите, не построите что-то такое? Зачем изобретать велосипед, если вы... Хороший, хороший вопрос, да. Кстати, в Голландии, там, в Англии есть такие эксперименты. Строят? Да. Но тут еще важная, кстати, конъюнктура, все такое. Рынок, там, жилья, там, как это... Согласны ли вы в жизни? Мало кто оценит? Мало кто оценит, да, такое. Боится инвестор, что он не найдет... Да, да, потому что площадь, в общем-то, здесь экономная. Ну, не знаю, мне кажется, двухъярусные квартиры – это просто то, на что все ринутся, разве нет? Ну, двухъярусные они же и сейчас делали, вот там, Покров парк, там, этот самый дом. Вот там двухэтажный двухъярусный. Тут немножко другое, тут видите, как бы половина этажа, да? Ну, в общем, вопрос хороший. Вы сегодня общаетесь же много с разными инвесторами, с теми людьми, кто к вам обращается за заказами. Какие разговоры-то вообще спрашивают вас? Вот такое сегодня можно построить или нет? А взялись бы вы, Борис Алексеевич, например. Где-то это влетает хотя бы? Ну, влетает, когда они вот ведут вот это апнатуре. Тогда они начинают задумываться, что есть еще какие-то формы жилья, потому что обычно это все, у них комфорт, там, значит, класс эконом. Так это же и есть комфорт, это же и есть комфорт и эконом. Ну, это, скажем, это скорее эконом плюс, так вот, по площади, по площади. Ну, по смыслам. А по смыслу, да, конечно. Но тут два аспекта, как мне представляется, спасать существующее и строить новое подобное этому. Да, но вот новое подобное этому, тут вопрос уже немножко другой. А у инвестора там свои какие-то мысли, там у них целая сидит компания, значит, девелоперы, там, менеджеры по продажам, все, они это рассчитывают, что это мы не продадим. Нет, это не продадим. Вот широкое окно, допустим, такое, как здесь. Я всегда, например, лежу, говорю, заходите, посмотрите, вот панорамное окно от стены до стены. Вам их всех сюда надо приглашать? Нет, мы не продадим. Я говорю, почему? Ну, как, вот около стены там ничего не поставить, потому что оно закроет окно, там, все. Вот. А если глубже посмотреть, это же панорамное окно, он, как бы, девочкам-то предложил в самом начале еще. Оно больше света дает, то есть вот солнышко идет, и оно, значит, благодаря вот этому широкому окно, оно просто больше освещает. Ну, не поставить, не поставить. Если это строить, вот сейчас нечто подобное строить и внедрять, это ведь может привлечь внимание и к существующим памятникам, или нет? Да, конечно, это хорошая мысль, да. Могло бы действительно так. И кто-то скажет, ну, ты-то живешь в новострое, пускай в таком классном конструктивистском, а я-то прям в трушном. Да, ну, то, что вот, ну, ты, кстати, вот Генбург такой ход сделал. Ведь ему после того, как он отреставрировал... Алексей в Москве? Алексей в Дагимбург, дом наркомпина в Москве. Вот. Ну, это пример такой нетипичный, к сожалению, единичный, наверное, будет, потому что огромные деньги вложены были. Он же рассказывал, что там, скажем, цвет стен, допустим, оборудование сантехническое, даже кухонное, оно идентичное тому, какое оно было когда-то там. Ну, если не впрямую такое же, то хотя бы подходящее для этого. Ну, это Москва, там, значит, дом относительно Москвы, это же просто дом. Крупинка там, пылинка какая-то, и поэтому нашлись люди, которые именно оценили... У нас не найдутся? Ну, у нас сложнее, значит, то есть, когда человек объяснит, что он живет, что он владеет некой культурной ценностью. Ну, скажем, вот, допустим, ты владеешь картиной какой-то там, ну, вот, Родка, приводил пример именно, да. Ну, картина Родка для человека, для им посвященного, да и вообще там, как живопись, он никогда не оценит и все, но он очень быстро... Он будет им рассказывать, да. Это же, извините меня, вот. А здесь он будет говорить, у меня ячейка. Я в доме Гейсбурга, значит, вот, а если бы еще был дом Корбюзье, допустим, да. Вот, то есть, это необычно, это, там, конец... Слушайте, а может, вот это, да, вот здесь деньги? На это можно тоже эти струны, так сказать, подергать, вот, и кто-то на них, ну, у кого-то резонанс возникнет, может быть, на это дело. Вы делились каким-то инвесторами уже этой идеей? Ну, да, но они все осторожны так, они, ой, тут столько, просто два подхода есть к этому. Значит, вот, европейский подход такой, что вообще ничего трогать, нет, ну, трогать можно, но все остальные, все как было. То есть, все, вот они, есть Докомома такая, организация европейская, она в Голландии базируется. Вот специалисты приезжали сюда, вот они смотрели, вот, на эти дома. Вот там, вот видите, наверху штукатурка творилась? Да-да-да. Вот, там, значит, между вот самой штукатуркой и стеной, там пучки соломы, связанные вот с проволокой, значит, как утеплитель вот там в конфет в некоторых местах. Представляете, то есть, по-хорошему надо штукатурку снять, достать вот эту солому, все это, значит, сделать. Вот в Европе так подходит. То есть, если они реставрируют, то они вот все там, вплоть до деталей, там переплеты были такие, были стальные, старые, там, вот они достанут эту сталь, там, этой марки, все сделают так. Ну, это, в общем-то, хороший подход, но это такой очень дорогой, конечно, дорогая история. Есть другой подход, я видел это в Тель-Авиве, вот как ни странно, там... Ну, там много конструктивизма. Да, там называется Белый город, это, причем, это под эгидой ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, значит, взял под свою охрану целую там, ну, треть, может быть, центра города, где Белый город. Вот, там другой подход, там, значит, вот, как называется, паухаус в Тель-Авиве, вот, там разрешают дома реставрировать как? Ну, а в них обычно живут, это, как правило, жилые дома. У них там 4-5 семей, иногда муравейники такие, там, у них страшный вид совершенно. Вот, но, значит, инвестор находится, который выкупает этот дом, ему разрешают под домом сделать гараж, стоянку там. Скажем, может быть, даже два уровня. Вот. И наверху разрешают построить, скажем, еще один, иногда и два этажа. Ну, это углубленный так, чтобы внешний вид как бы не искажать. И внешний вид нужно восстановить тоже в том виде, в каком он был. Но зато потом эта ценность приобретает уже совершенно другую. Вот есть такой, посмотрите-ка, в каком виде иногда там мы видим дома. Вот, допустим, вот так. Похоже, да, на городов чекистов, на наш вот. Ну, да, так все. Ну, вы, кстати, привыкли, вот, городов чекистов, вот, со стороны посмотрим, что вот так вот выглядит. А инвестор выкупает у предыдущих собственников? Да. Какая вот эта последовательность? Ну, он выкупает, да, но он выкупает старье, хлам, можно сказать. То есть они оттуда... За деньги продаются. Да, они рады оттуда вообще сбежать, потому что оно в таком виде жить уже невозможно в таких условиях. А он устанавливает там... И что, много там ценителей конструктивизма? Они приобретают не как конструктивистские дома, они приобретают как комфортное жилье в центре города. Так и может, прошу прощения, черт с ним с этим конструктивизмом? В чем и дело. Вот я в таких случаях говорю, многие там вот не любят. Когда вот... Это была история вся с конструктивизмом, да? Я тогда говорил нашим властям, они, что это конструктивизм? Я говорю, ну, хорошо. Вот, допустим, не все любят Шостаковича. Что надо вообще вот сейчас вот для города? Вот мы привыкли, у нас глаз там уже привык вот к состоянию вот этих домов. Ну, вот гостиница и сеть, можно сказать, хороший пример. Все-таки ее отремонтировали очень хорошо. Саму гостиницу, вот убрали этот плакат там. Конструктивизм – это, прежде всего, это идеальные прямые линии, идеальные плоскости, углы и, значит, радиусы тоже. Вот вся прелесть этого стиля в том, что ценность его в том, что должно быть абсолютно ровное. Если только это где-то там откололось, а потом замазано, это уже сразу теряется. Товарный вид, как говорится, теряется. Вот, вот, вот на примере, вот наш дом вот этот, вот, у нас фотографии, вот он, вот смотрите, все линии вот идеальные прямые, да, вот. Вот, то есть, причем, как это добивались, я не знаю, особенно радиусы, делали в 20-е годы, ну, идеальные просто. А вот как, да, а потом к футболу, значит, я очень хотел, чтобы гостевой маршрут же проходил, вот. И вдруг приехали, поставили лица, я думаю, ну, слава богу, сейчас это ремонтируют. И вот смотрите, как они стали ремонтировать. Вот они ремонтируют, вот эту же часть отремонтировали. Вот смотрите, как. Вот видите, вот. Ну, это вот горе-ремонт. А у меня говорят, ну, это косметический ремонт. Вот, я говорю, ну, вот косметический ремонт, косметика, это же вообще прием такой, чтобы скрыть недостатки, так, как и так. То есть человек делает так, чтобы там, вот, чтобы мне этого не видно было, а тут-то, тут наоборот. Но я-то считаю, что все-таки вот выход наш, вот, в данный момент, это косметический ремонт, но в хорошем смысле. Потому что отреставрировать дом по европейскому, допустим, варианту, это практически невозможно. Косметический ремонт. Косметический ремонт. Значит, по Тель-Авивскому варианту там, что дать инвестору возможность там, значит, это тоже очень сложно. Что нужно, чтобы сейчас спасти? Я считаю, что, может быть, тут меня не все поймут, и я как бы против, может быть, против своих каких-то соображений, с которыми я обычно выступаю. Я считаю, что нужно начать с программы косметического ремонта. Вот это звучит, может быть, совершенно так, вот нелепо там с какой-то точки зрения. Но вот не такого, а настоящего косметического, то есть не искажая, так сказать, там, материалов и прочее, просто отремонтировать внешне. Просто дом, чтобы он хорошо смотрел. Потому что ведь люди приезжают сюда ненадолго многие. Вот тут была посол в Франции, вот там у нее висит это самое письмо. Да, она в восторге была, она здесь посмотрела, все как хорошо. Но мне стыдно просто показывать. Стыдно, я не могу, я приезжаю, там, в городок чекистов, сострелил на Чарск, вот эта полившаяся вся штукатурка. То есть надо, вот смогли же сделать костинец и сеть снаружи, там внутри, там, балкон еще надо там демонтировать. То есть вот хотя бы такой, привести в порядок просто вот эти дома, чисто вот внешне хотя бы. Это просто открытка? Костинец? Вообще, да. Ну, вы говорите, внешне привести, чтобы было не стыдно показывать. Нет, они все в этих зданиях все что-то происходит. А что-то происходит, что в гостинице и сеть происходит? В гостинице и сеть? Да. А вот там был, в Бейнале, как это было. Ну, это два года назад было. Ну, как шикарно, да, когда все светились вечером, когда идет. Согласна, фантастика. И вдруг дом живет. Ну, они съехали, и все. Хорошо. С одной стороны, выделить деньги на косметический ремонт, а с другой стороны, значит, искать инвесторов. И, значит, функционально там исследовать, что можно в этом месте, там, скажем, уральские рабочие, да, там тоже ждут, кто там появится. А инвестор сидит и ждет, я его знаю, просто он говорит, я не знаю, что делать с этим домом. А ведь он ожил? Там открылись заведения, еще 10 лет назад такого не было. Сейчас это место по притяжению молодежи. Вот. И осталось его внешне привести в порядок. Он пока вот на таком уровне, там, ремонт. Это не косметика, это антикосметика. Ладно, Борис Алексеевич, я вас благодарю. Единственное, вот, не знаю, такое пожелание. Приглашайте все-таки сюда, не к вам, в тот 8 марта ваших всех партнеров. Да, ради бога. Потому что, мне кажется, оказавшись здесь, ты совершенно иначе начинаешь смотреть. Ну, главное, да, ну, инвесторы – это хорошо. Я с удовольствием всех приглашаю приходить. В Гильзбург. Как вы, выражаетесь, да? В Гильзбург, да. Дни музейные, вот эти дни, здесь сопротивление. Тут человек 200 одновременно, значит, вот так вот ходят по этим этажам. Надо бы кого-то еще там из более высоких наших должностей. Кого? Давайте позовем всех. Я не знаю, но неплохо бы и в аэрогорода сюда пригласить, там, и представители дома. Может быть, те, кто владеет экономикой городской. Что надо делать для города? Вот, а тут уже можно поговорить на месте. И непременно здесь. Можно дверь закрыть и их не отпускать, пока не договорились. Договорились. Давайте, а мы с той стороны. Трис Алисеевич, благодарю вас. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что вы эту тему поднимаете, потому что это обязательно надо об этом говорить. Я готов там повторять одно и то же, где вы будете. Договорились. Все. До новых встреч. Спасибо. А вы на ИТВ оставайтесь. Спасибо. Спасибо.